Привет, дамы и господа, мы на стриме, при этом от всего чатика, от всего ютубчика. Заходите на стримы, каждый день в 19.00 стримим, и сегодня будет у нас что? Мы сегодня с серебра на арене попытаемся подняться в рубин, ну типа отбивать все дефы подряд, там возможно каким-то разнообразием, что-то я буду тупо люшинить, ну и отвечать на вопросы чатика. Ну а предварительные ласки мы устроим вместе с магазином. Итак, мы его обновим, как обычно, 33 раза, и у нас должно остаться 82 кристалла. Копим свитки на типа новых монстров, когда их ведут. Да, будет патч, ведут двух новых монстров, а может и больше, но скорее всего только два будет. Может какую-то там механику поменяют старых персонажей, может какие-то акции заодно и ведут, либо просто ведут два новых персонажа, посмотрим. И откроем свитки, сегодня еще башню, пройдем в нормал. Через пару часов она будет бесплатная, через 2 часа по-моему, опа, чкин мистик, через 2 часа. И у нас осталось там 80-й пройти, ну и еще 20 этажей, короче 21 этаж пройти. Будет лего, будет 300 кристаллов, будет лдшка. И наверняка в субботу в эту, если уже монстров введут, то мы откроем свитки. Если нет, тогда я еще покоплю свитки. В общем, как только монстров вводят, я сразу открываю свитки. Или в ближайшую субботу. Так, что у нас здесь будет? Вот у макруза похож. Так, будет у нас что-то интересного. Еще камень перековки купили, но я думаю мы его в понедельник используем вместе с теми тремя, которые я еще докуплю. И перекуем, наверное, Виолент. Я уже думаю перековывать Деспайер и перековывать Вампирик. Но скорее всего Деспайер будет на очереди, чтобы ускорить Этну и других мобов. Потому что быстрого Деспайера нет, максимум там 18, 20, 18, 20. И фигня какая-то. Так, что это показалось? Так, один мистик купили. Дайте руну какую-то. Опа, два мистика. Наныл. Два мистика. Так, следующий. Ага. Так. Отновляйся. Давай еще мистик. Давай еще на один наныть надо. Ну. Или пять кусков чего-то. Нет. Ну ладно, два мистика купили. Так, смотрим, что у нас тут есть на сегодняшний день. Эти 15 кусков я еще докуплю. Так, здесь будет точно ЛДшка. Плюс еще ЛДшка будет за башню. Так, ветер. Ну, докуплю за арену. Мистики тоже там по акциям, по-всякому, да. И камни пока копим. Пока копим. Вот завтра, наверное, когда вы уже будете смотреть это видео, здесь что-то обновится. И, возможно, будет призыв вот здесь вот получше. Этот призыв встанет вот сюда. А вот здесь вот новый призыв. Может быть, это то, что я буду открывать. Да, конечно, здесь три первача, которых у меня нету. Но из всех трех первачей, от которых я бы не отказался, только получается панда. Эти два первача лежали бы на складе. А из четверок здесь тоже не особо много чего. Шакрамка зашла бы на скиллы. И часунка зашла бы водяной на скиллы. Все, больше здесь четверок нету нужных. Ну, Дриады копить там, может, их улучшат. Такое, конечно. Их можно 10 лет ждать улучшения. Потому что что-то последних монстров будет, и они какие-то... Большая часть из них отсосная. Ну, Гоги Ветреные зашел, какие темные. А вот Дриады, Друиды, ну, скажем так, и без них можно спокойно играть. Согласны? Так что фигня какая-то. В общем, будем ждать. Идем на арену. Аренить мы будем все подряд. И попытаться... Попытаемся зайти в Рубин. Сейчас мы отобьем этого бота. Напоминаю, что у меня есть вот ВКонтакте фотоальбом со всеми моими одетыми персонажами. Вот показываю, как это приблизительно выглядит. Если вы получили доступ к альбому, вы его получили навечно. Вот здесь сначала водяные персонажи. Потом идут огненные персонажи. Потом идут ветреные персонажи, темные, светлые, как будто в инвентаре все раскидано. Достижения по аккаунту, чем я фармлю, какие у меня защиты, там, раштайм, прочее. Чем фармлю гиганта, дракона, некроманта, рекорды везде, там, на Гитре и прочее. И я это дело обновляю. Плюс постоянно добавляю сюда новых персонажей. Вы заходите к персонажу, у него там есть каждая руна отдельно. Поэтому один раз получили доступ к альбому, и он ваш навечно. Кому нужен доступ к альбому, пишите мне ВКонтакте, договоримся. Также, кому нужна консультация, чистка рун, фармить на вашем аккаунте, не знаю, пофармить вам гидру, переодеть монстров, пройти башню. Все, что вы делаете сами на аккаунте, но у вас на это не хватает знаний, времени или вам тупо лень, могу сделать за вас это я. Пишите, опять же договоримся, у меня есть целый список прайс, напишите, я вам скину все это дело. Если вы в прайсе что-то не нашли, то, что вы искали, то, соответственно, просто обратитесь, все сделаем. Так, а мы тут выставим какой-то деф, чтобы меня уже не пробивали, типа Воскресенье, может я буду даже рашить. Поставим мы, так, поставить Берника, меня хрен кто обгонит, но Берник не так полезен, как Шарик. Поэтому поставим Шарика, ага. Так, поставим Шарика, добавим сюда какой-то деф, сделаем Паладиншу ставить, не ставить. Она достаточно шустрая, но она не в Виоленте. Так, Паладинша плюс Ретеш, можно взять Ретеша плюс Перну, да? Да, возьмем Ретеша плюс Перну, хай буду. Да, на первое время, это явно не на раш, тайм-деф, но в данный момент меня будут меньше пробивать. Итак, мы будем пробивать все подряд, зачастую я буду лишений, что-то я буду там Алисия пробивать, вот стандартными вот этими паками. Это для автобоя у меня пак, ну и это для отбития ботов. Давайте, не знаю, для разнообразия вот этим пробьем. Стоит ли хранить дриаду воды для улучшения? Ну а куда ты ее? Ты же не скормишь грибу, наверное? Поэтому ответ на твой вопрос, я думаю, ты и сам себе можешь дать. А что ты с ней сделаешь? Наверное, просто возьмешь и скормишь, да? Но по логике вещей наверняка четырехзвездочного персонажа изначально ты не должен скармливать, верно? Поэтому ответ на твой вопрос... Есть в твоем вопросе. У меня варвара одет в шести разных рунах. Большая часть персонажей в игре одеваются в любые абсолютно руны. И комплекты им не нужны. Всех ДД можно одеть в абсолютно разные шесть рун, и они получат нормальные статы, которые ты захочешь ему собрать. Ой-ой-ой, это плохо. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай. Тиана, добрый вечер. Так. Хорошо, хоть Рика не успела сходить. И мы ее заморозим, да? Чудненько. Так, сюда-ка сходим. Смена, возможно, только большего значения, в чем проблема. Потому что у тебя и так уже, наверное, максимум. И больше ты не можешь сделать. Или я не понял твои вопросы. 35 тысяч хп делаешь в квадаму, 500-600 брони и максимальное количество резиста. Так, следующая миссия. Так, это мы че, чем пробьем? Это странный деф. Давайте-ка мы это за лишением, да? Так, это мы будем лишенить. Вам, божечка, он такой весь прямо интересный деф сделал. Так. Помогите открыть зал грифона на скилл и спектре в сервере Европы. Так, у кого есть грифончик, подсобите человеку. У кого валяется ненужный грифон. Или, может, кто увидел в чатике. Но я там на оглубле играю. Я ему точно ничем не помогу. Так, отсюда-ка. Бей, убей, убей. Чуть-чуть не хватило. Как же ненавижу эту тварь. Вот эту вот паскудную. Стоп. Разве... Ладно, че-то я, видимо, недосчитал по откату. Еще анимация такая долгая на первом скилле. Типа сольет от Акбар, не сольет от Акбар. Так, раскол. Это мы сейчас убьем. Сейчас будем тестировать, наверное, Алисию и разнообразные атаки. Если дефы будут встречаться какие-то интересные, я буду об этом оглашать. Все остальное, все, что я лешению пробиваю на изи, нет смысла это комментировать абсолютно. Потому что 99% дефа в этой игре я тупо лешению вот этой вот пачкой. Но если я буду одной и той же пачкой пробивать, это будет крайне неинтересно, верно? Поэтому мы здесь будем как-то чем-то даже разнообразить. Так, давайте я сюда возьму вот эту пачку. Не знаю, что-то хочется эту пачку взять. И возьмем-ка мы сюда, наверное, в Верада. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Дайте мне походить. Нет, можно. Спасибо. Так. Так, давай-ка расколыч. Отлично. Я же говорю, это все люшеница, но будет неинтересно, если я буду все это пробивать люшеном, верно? Поэтому мы тут пытаемся типа повыёживаться. И сколько? 46. Матинка, божечка. Нормально. Так, бастетка сейчас сдохнет. Бастетка в новом костюмчике, ёпте. Ага. Опять же, это все люшеница, я же говорю. Для разнообразия. Где-то сейчас Алисию, возможно, возьмем. Где-то, может, Самурая Огненного затестим. Если слабенький деф попадется, потому что он не проточен по скиллам. И бьет он достаточно слабо. Да. Так, этого мы убили. Следующий господин. Сюда можно взять, если возьмем Алисию, мы не убьем ему панду. Да. Наверняка, это разве что Алисию взять. Плюс какого-то Огненного ДД. Тиана, Пират, Алисия. Сейчас попробуем собрать это все. Давайте я Тиану сразу поставлю. Так, Тиана, Пират, Алисия и какой-то типа Огненный ДД. Наверняка, можно Тессариону взять. Тупо, я думаю, затащит. Так, Алисия лидером. И взять еще можно... Можно взять Лайку, я думаю. Возьмем Лайку. А не Лайка медленная, не успеет походить. И он себе снимет раскол. Возьмем Тессариона, скорее всего. Тессарион, Тессарион, Тессарион. Вначале где-то... Вот. Возьмем так. Варвара воды лучше качай. Огненный пока ни о чем. Огненного Варвара так используют. Извращенцы разные. По приколу, как игрушку. Вот водяной он мастхэд на Гидру заходит. И на десятом драке. Даже я использую его. Так, давай... Блин, мы можем спровоцировать, что он походит раньше. Надеюсь, что нет. Отлично. Убей кого-то. Ааа, чуть-чуть не хватило. Посмотрите, чуть-чуть не хватило. Да что ж... Такое-то, а? За Тутиана вон. Ваншотает всех и вся. Блин, писечки не хватило. Ой, надо было наоборот. Ладно, накритануло тоже. Двадцать девять. Нормально. А если бы не был под бафом скорости, она бы ударила где-то двадцать четыре-двадцать пять. Массовкой. Двадцать девять. По панде. Так, вот сюда можно взять... Мы возьмем сюда Тиана у меня ходит. Мы возьмем сюда защититься иммунитетом. Мы сюда возьмем... Знаете, кого? Возьмем Делфойку. Не знаю, это странно. Я же говорю, я сейчас буду подбирать очень странные паки. Лишь бы, типа, они сработали. Потому что здесь есть Лич, который нам сейчас может все обломать. Если прокнет его пассивка хоть раз. А Делфойка нам может закинуть... Вот сейчас, если бы Делфойка походил... У меня Делфойка самая медленная. Отлично, я взял Делфой. Без нее, мне кажется, вообще никак. Так, и смотрим, сколько у нас ударится второго. Сорок семь. Пятьдесят семь. Пятьдесят косарей массовкой. И это еще даже не было лидерки на скорость. Да, Делфой здесь зашла просто... Идеально. Бесполезный мусор. Так, следующие. Будем убивать, стараться всех подряд десяткой. Здесь мы что возьмем? Ну, сюда мы можем тупо не успеть походить. Здесь может кто-то вклиниться. Но мы можем взять сюда еще Верада. Верад походит перед... Нет, возьмем Океаноса. Океанос, мне кажется, здесь будет покруче выглядеть. Правда, Океанос походит перед Пиратом. Надо Пирата еще чуть-чуть ускорить. 140 ему сделать Виоленте. Это будет самое то. Он тогда зайдет вообще под всех. Так, это хорошо. Так, сливаем. А, нет, все-таки Пират быстрее. Чудненько. Так, сольем. Не знаю, давай сюда. Я не заметил. Окей. Пират, да-да, все-таки. Так, хорошо. Мне кажется, у меня Алисия сейчас даже не успеет походить. Так, а ну давайте. Блин, дайте Алисии походить. Так, со второго скилла, да? Рекорд по Вусе у меня был пока 77 или 74 тысячи. 54. Нет. Маловато у Вусы скорости. Так. И лидерка не самая лучшая. Там была лидерка 33 СП. Да, еще Вусе, если бы там дали бы баф на скорость, вообще было бы жестко. Так, ну здесь мы просто пробьем стандартом. Так, пират 21К вмазал. Ичхиву потерялся. Да, ичхиву очень тонкий, как оказалось. Так, бафейм. Цветочек такой. Ну сейчас дефы будут намного интереснее, так как рейтинг повышается. Соответственно, дефы будут чуть-чуть пожестче. Большую часть я, конечно, все равно буду лишенить. Но над какими-то мы будем извращаться. Может сейчас всякие ромагосы зайдут и прочее. Один из следующих видео, если вам интересно, поставьте комментарий. Поставьте банально в комменте плюсик, если вам интересна такая тема. А какая именно тема, сейчас поясню. Я хочу подраться в рубине около 10-15 крыльев. Допустим, 10 крыльев и еще 3 забрать за дейлик. И в рубиновых дефах подраться всякими ромагосами, там, не знаю, калин. В общем, что-то не используя 5-звездочных персонажей. И без люшенов. Каким-то, ну, непонятным шлаком, но при этом стараться выигрывать. Бюджетом имеется в виду. Ну, Тессарион бюджет? Вроде бы как бюджет. Ромагос бюджет? Ну, вроде бы бюджет. Поэтому, если вам интересно, поставьте в комментарии на ютубчике лайк. И в комментах просто плюсик. Или там, не знаю, напишите пару слов. Так и напишите пару слов. Так, сюда мы возьмем кого? Возьмем-ка мы сюда тоже. Знаете, кого я сюда хочу взять? Цинка. Давайте цинка попробуем реализовать здесь, да? Ага. Так, цинка. Здесь, тем более, нету клинсера. И я думаю, это закатит. Так, возьмем так. Нам нужен кто здесь? Пират нужен нам или нет? Нам нужен массовый раскол. И раскол нам даст, скорее всего, Луэр. Где наш месье Луэр? Так, месье Луэрецкий. Возьмем цинкевича. И нам нужен еще баф защиты. А баф защиты нам может дать... Но если мы возьмем Гора Ветра, он нам зальет Атакбар, а это нам делать не нужно. Поэтому мы, скорее всего... Так, во-первых, лидером Тиану поставим. Мы возьмем сюда Оливию. Да, я думаю, Оливию возьмем. Так, возьмем Оливье. Попробуем затестить цинка, как он сейчас зайдет. Так. Твою за ногу. Блин, ну Вуса... Мы сейчас можем не успеть... Видите, Атакбар. Я не уверен, что он сходит. Сейчас посмотрим, если Оливия сольет ему Атакбар, то... Или Луэр. Твою за ногу. Давай, слей, 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 Атакбар. Отлично. Все, мы походим. Так, и... Главное бабочку накидать. Так, ставим Х1. Тестим. Семь. Короче, семь. Нормально. Но если что, цинк одет через скорость, и у него 120 СПД. Да. Поэтому цинк здесь не максимальный урон, если она вносит. У него всего лишь 1200 брони. Поэтому у него явно не полторы, там не 1700 брони. И приоритет был все-таки на скорость. Ну, короче, нормально. Мне понравилось. Так, здесь чем мы пробьем? Давайте шакрам. Так, если обгоним его Берника. Так, мы обгоняем его Берника. Понятно. Супер-мега-быстрый Бернард. 150 СПД Бернард. Ясно с ним понятно. Все, давай сюда-ка. Так, у шакрамок у моих по 60 скорости. Поэтому они очень плохо подстроены под эту пачку. И как бы не рекомендую в такой пачке использовать медленных шакрамок. У меня тут используется светлое, тупо из-за массовки. Из-за того, что ее массовка ускоряет мне вот эту подругу. Там на третьем скилле что-то типа, если она критует, выполняет атак бар себе и своей сестре. Поэтому они вместе, в принципе, заходят. Так, покупаем крылья. Так, дальше. Ну, здесь, ну, вы поняли. Ладно, пробиваем это по-быстрому. Некоторые дефы, да, будут такие встречаться. Привет, посмотришь аккаунт? Привет, посмотрю аккаунт. Кидай, посмотрю тебе аккаунт. Так. Так, убей-ка сюда-ка. Так, убей-ка сюда-ка. Так, и тебе привет, Атлант. Так, ну, это было не очень интересно. Следующий. Так, здесь, ну, как это убить? Тупо обогнать. Правильно, можно. Но это можно забить, попробовать. Если это... Давайте сюда попробуем какую-то автопати. О, возьмем самафу, оставим. Именно такой камикадзе командой, да? Так, кто сюда может зайти? Может сюда зайти хамон. Гарик. Так, нет, нету козлика возьмем. Правда, нам могут тупо повзрывать это. Выживет ли? Я не знаю, выживет или нет. Надеюсь. Возьмем вот. Верно. Точно. Попробуем на авто его пробить. Может не получится, сразу говорю. Пофиг на стрик там. Попробуем, на авто закатит или нет. Итак. Идеально. Сейчас она дает типа баф, да? Так, бомбер кидает бомбу. А он третий скилл завязал, но уже не прокатит комбинацию. Так, минус скорее всего, да? Воскрешаемся. Бабах! Еще бабах! Нормально. Так, сняли. Не прокатило. Каких проповедниц стоит качать? Только ветреную, если она тебе нужна для лабиринта. Ну да, они забьют на авто, уже ничего не сделают. Тупо Перну не убьют. Перна, ты можешь... О, наконец-то, завязать второй скилл. Стесняется Перна просто. Моя маленькая грязная стесняшка. Тиана держится. Боже, что ж не так? Почему мой бомбер затупил? Нет, если бы сейчас его бомбер кинул бы на меня бомбу, и Тиана бы взорвала... Ой, Тиана, Сиара бы взорвала. Она бы мне вынесла, скорее всего, первую жизнь Перны. Покоцала бы очень сильно Козлика и очень сильно Джуну. Но все равно, скорее всего, я бы выжил, потому что Перна бы воскресилась, сама бы воскресился, и произошло бы тупо все то же самое. Наверняка, мне это кажется. Так, здесь что у нас? Сюда мы можем тоже пойти через Алисию, но здесь есть Макак, которого достаточно сложно убивать. И есть Псомав, который после ульты воскрешается и может застанет мне Алисию. И это есть проблема. Но мы попробуем все равно обойти это. Так, мы берем сюда Пирата. Пирата. Уса у меня быстрее, блин, не прокатит. А я знаю, как мы это обыграем. Так, мы возьмем сюда, знаете, кого Фран? Жан-Франка Пердыщенко. И Фран у меня, по-моему, на складе лежит. По-моему, она на складе. Алисия. Да, Фран на складе валяется. Хотя мы можем взять сюда еще Изабель. Сейчас еще Изабельку затестим. Так, Фран у меня лежит. Ага, ага. Во. Почти сразу заметил. Идеально. Так, что у нас там? Если не сложно, посмотри аккаунт Атланта Европа. Конечно, не сложно. Кидай 100 рублей в донат. Укажи сервер, микнем, и я тебе посмотрю твой аккаунт. Так, раскол. Блин, не закинули туда. Убей, убей, убей. Отлично. Главное хотя бы одного убить, чтобы получить бонус третьего скилла. Так, устойчивость. И минус. Вжух. Ай, по макаке не кританули. Так, крит. Тиана. Ее через крит урон одеть, она будет не хуже пробивать, чем эта подруга, да? Да, когда-то я ей одену руну крит урона все-таки. Ёп твою за ногу. Это чье такое? Кто это такой? Ух, уж постараемся. Тебе в друзья еще в игре возможно попасть? Возможно попасть. Мать-то боже. Вы посмотрите на этот бюджетный деф. Просто смотришь на нее и думаешь, блин, не хватает только сиары, да? И иммунитет комплектов. И думаешь, как же это убить? Блин. А потом вспоминаешь, да, ты же все лишенишь в этой игре. Да. Капец, да? Сази и деф, походу, перекочевал. Шесть какая-то, блин. Такие чуваки попадаются. Ты смотришь на это и думаешь, блин, кому надо отсосать, чтобы подобный деф себе поставить? Руны есть, дефа нету. Так, а сюда? О, давайте сюда возьмем тоже Алисию. Не знаю, что это максимально сегодня. Давайте будем юзать Алисию. Она мне как-то нравится. Пират сегодня даже не фейлит, заметили? Прям сказочный красавчик. И сюда мы возьмем еще... О, мы можем взять сюда эту Раки. Точно. Алисию и Раки. Алисия и Раки. Лидером... А у них, по-моему, одинаковые, да, лидерки? Для разнообразия поставим ее лидерку. Мне кажется, она лучше. По-любасу. Да. Ты же стример можешь лишенить. Да я знаю. Стримером можно лишенить. Остальным... Не-не-не. Понимаете? Лишение это не стримеры. Причем это звучит действительно как оскорбление. Так, мы убьем. Ну, выгоднее всего перну шотнуть. Хотя, знаете, в этой ситуации выгоднее всего дать шатру. Чтоб снести им максимум хп. И чтоб у меня Алисия тупо всех добила. Правильно? Это будет максимально выгодным. Поэтому мы так и поступим. Даем шатру. И даем второй или третий, как вы думаете? Второй мне как-то интереснее. А ну давайте второй. 40, 49, 42, да? Или 30... 42, 32. Да, третий скилл, конечно, так не дамажит. О, привет, Перна. Как дела? Перна, ты одна осталась. Ты заметила? Раскол? В смысле не раскол? Так, и минус Перна. Да, это жестко. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, отлично. Сюда мы что возьмем? Ну здесь немножко такой мозговыносящий деф. Правда и дамаги здесь не так уж и много. Но есть раскол. Поэтому попробуем мы взять вот так вот, да? И возьмем мы сюда еще. Давайте возьмем сюда ведро. Не знаю, зачем здесь ведро. Пускай будет ведро, господи. Могу, значит, беру. Все, не осуждайте. Так, приятеля. Главное, чтобы Сайленс сейчас не залетел. И расколы на огонь. О, ну ладно, это нормально. Только не Сайленс, мазафака. Всем просто, смотрите, просто праздник какой-то. Всем по чуть-чуть Сайленса. Так, раскол. Спасибо. Так, ускоряемся такие типа, да? Ага. Так, сюда кастом. Так, отлично. Сейчас Бастет даст. Бастет даст. Бастет дает. Вообще всем дает. Лучшая девушка на силе. Так, давай убиваем на авто. С такой плюхи я отказался воскрешаться. Так. Так, отлично. Следующий будет. Давай этого господина убьем. Так. Ну, на авто они... 45 кусков, божечки. Что же у него с броней? Там минус 50, что ли? Как же наваливает эта пачка. Мне нужно сюда какого-то еще персонажа добавить, и это будет чисто вот автопак. И вот кого? Панда Ветра хорошо зашла бы. Очень хорошо зашла бы сюда для разнообразия. И Бастет, и два бессмертных персонажа, считай. И лидерка хорошая. Или просто добавить сюда Океаноса, как вариант. Но Океанос тупит в атаке на авто, как и в защите, очень жестко. Еще тот Олух. Так, мы уже фактически в голде. Вот, 1600, мы еще не в голде. Так, сюда что мы возьмем? Так, что мы сюда можем взять? Можем взять сюда Камикадзе Тиму. Да, что-то типа пускай меня убивает. Ломай меня полностью. Ты сможешь меня сломать? Возьмем сюда Арника, не поверите. Возьмем сюда еще Светку. Светку брать, не брать. И возьмем, давайте Паладиншу сюда. Паладиншу сюда возьмем. И добавим сюда Джуну. Вот. Такая наркомания. Такая наркомания. И попробуем на авто это поставить, да? Так. Тиана. Что? Подожди, что? Тиана, как дела? Почему такая... А, в этом был и план, да? Чтоб я отдал скиллы. Что? Лагмарон был в Деспайре, да? Не показалось или... Чатик, а ну... У меня уже... Проблема, да? С доступом Джо и Казина. Лагмарон был в Д... Он со второго скилла застанил, или с первого, да? Лагмарон в Деспе. Удивительно. Круто, круто. Офигеть. Да, и такое бывает. Жесть какая-то. Лысый что-то знает из Бразерс. Так, сюда мы кого возьмем? Сюда мы можем взять... Что-то типа Алисии. О, знаете кого мы сюда возьмем? Эту... Изабель. Давайте Изабеллу возьмем. Не заебала, а Изабелла. Еще раз напоминаю. Да, Изабелла. Так. Изабеллу и двух... Двух убийц возьмем. Смотрите, у меня есть две убийцы. Почему бы и нет? Мы возьмем сюда... Так. Ага. Так, берем сюда Татьяну и заебалу. Изабеллу. Так. Точность. Нужна ли нам точность? Или лучше защиту? Точность. Для чего нам нужна точность? А, чтобы закинуть раскол. Точно. Так. Угу. Так. Он в Деспи Стан кинул. Да-да-да. Деспайри закинул мне Стан. Ага. Так, сливаем Атак Бар. И так. Пальчик. Ванальчик. Кого убиваем Татьяной. Но в теории, то пофиг кого. Но надо только кого-то из водяных. Убью ли я сейчас Вуса, скорее всего, тоньше. Он по базе тоньше, чем Праха. И Праху обычно делают жирнее по броне. Поэтому, наверное, лучше я дам скилл сейчас Вусу. И в идеале она перепрыгнет должна на Праху. В идеале. Ну, мне так хочется. Так. Минус 2. Четко. Зашибись. Так. Делаем вот так вот. Убиваем его. Вот это существо. 57. Но она одета намного лучше. И сюда как? Почти по красоте. Если бы сейчас еще Тяна добила. Боже, да? Такой пак интересненький. Да. Говорит, тот кто дел Лео в Деспайр. Я дел Лео в Деспайр. А, да, точно. Хотел уже забанить тебя, прикинь. Но это правда. Так. Давайте здесь для разнообразия за Лешением. Не знаю, есть ли вам интересны такие видосики. Пишите, будем их пилить. Хотя бы раз в неделю. Мне, допустим, это интересно. Потому что я тестирую разных мобов. Разные дефы вы видите. Там кто-то виолентит, кто-то не виолентит. Кто-то просто он падает с прокаста Лешена и прочее. Если такое интересно, пишите. Но я не знаю, интересно ли это больше, чем ГВ. Не знаю, каждому своем. Мне кажется, ГВ более интересна. Но имеется в виду, по воскресеньям. ГВшки уже нету, правильно? И в воскресенье я могу записывать вот так вот арену. Так, сюда мы возьмем что? Ну, это хочется залюшинить, если честно. Или пробить таким же глиномесом, как у него. Но я это постараюсь так, с шакрамками. У него пират, если походит, мы уже ничего не сделаем, скорее всего. Хотя. Но мне Тиана в иммунитете. Ее никто не застанет. Попробуем шакрамкой пробить. Какая у тебя видях она пока стоит? 1060-я. Да. Тиана быстрее у меня оказалась. Он, наверное, в ялинте у него. Скорее всего. Так, мы давай сюда. Ее главное первую убить. Чтоб она не засейвила своей пассивкой. 1060-я. Ну, зеркала у меня нету, извините. Чтоб атаковать эту пати. Так, заморозь. Отлично. Перно, привет, как дела? Так, убей перну. Убей перну. Жирная перна. Не, ну если бы я только люшинил. Все, можно это все люшинить. Можно, но это же будет неинтересно. Ну, я вот, я вот, к примеру, представляю себя зрителем. Мне было бы неинтересно все пробивать тупо люшенами. Типа, ты такой крутой люшенами. Я и так знаю, что я крутой, я пробиваю это все люшенами. Но я это сейчас мог залюшинить. Но люшены всем приелись. Вот какие-то разнообразные паки, вот что-то типа. Ага. Вот сюда тоже можно что-то придумать интересное. Деф, конечно, говно. Но сюда можно что-то затестить. Возьмем Тиану, оставим, да. Наверное, как он в иммунитетах будет, шелдах. Не зря же он поставил такой деф. Нам нужен какой-то водяной персонаж, который на себя примет удар. И он должен быть в иммунитете. Это, скорее всего, будет пират. Либо луэр. Можно с луэром... О, я знаю, кого затестим. Давайте. Мы затестим дриллера светлого. Возьмем луэра. Так, или кого. Можно взять и цинка, и... А, тогда не будет бафа на защиту. Сейчас увидите, кого я хочу взять. Так, где наш луэр? Главное взять сюда луэр. Где луэр? Я его пропустил. Надо с ним. Плохо, что только 5 пачек можно сохранить. Я бы посохранял бы. Самое интересное. Так, баф на защиту нам даст Оливия. И возьмем дриллера. Так. Где он, где он, где он, где он, где он, где он? Вот он. Да, лидером поставим Тиану. Так как больше защиты будет все дела. Он ударит его, ну а дальше уже мы пойдем. Калли и Шрен возьми. Хорошо. Так. Оказался без иммунитетов. Тогда непонятно, что он выставил. Видимо, какой-то новичок залез куда-то повыше. Вот и все. Так, Салема, так Бар. Да здесь пофиг, кому сливать на самом деле. Давай сюда. Контратака? Ах ты, говняшка. Так, кого будем убивать? У Лео большая база. Бить сейчас в Копера? Нет смысла, он и так никого не пробьет. Во-первых, у меня баф защиты. Во-вторых, у него раскол. Поэтому Хамона, наверное, выгоднее всего убить. Но, с другой стороны, лучше убить его Бадубазель вот эту, которая может закинуть после этого баф на защиту, хил и все такое. Поэтому убиваем ее первую. Раздробление. Пукана. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А на ГВ, представьте, что это дамага еще жестче. При этом он в Виоленте. О, да. Так, давай ему ход. Не вижу смысла давать. Хотя, просто себе, да, откатим третий скилл. Давай сюда стан. Отлично. И даем Гланс сюда. Не дали Гланс сюда стан. Прик Виолента. Что-то я очкою его бить. Он сейчас может дать Торрент, поэтому ударим сюда. Сливаем Атак Бар. Так, раскул. А вот Торрент. Но Торрент ничего нам не пробил, естественно. Так, и у нас есть ульта, да? У этого месье. Видите, он на Виоленте. И от Луэра. Луэр. Блин, у Луэра нету скилла стан. Ну и давать третий скилл нет смысла. Очень мало будет урона. Твою за ногу. Давай раскул. Ай-яй-яй. Давай его склинсим. Так, стан. Дать третий скилл, чтобы убить. Давай, попробуем убить его. Не убили. Не пробили. Снимать баф защиты нет, не будем. Такие дела. Мы лишили себя раскола. Так, убиваем этого месье. Ой, сейчас будет, чувствую, долговато это все. Надо так комбинировать это. Сдох. Словил торрент наш месье. Очень жирный хамон этот оказался, да. Это достаточно плотненький такой хамон. Попался. Так, убиваем его так. Так, ну и теперь надо лохматить этого хамона полчаса. Так, стан. Раскол. Надо каким-то чудом закинуть раскол. Но она сейчас очень быстро сдохнет. Хела-то у меня нету, и он может меня реально замучить. Тупо через свою эту башню. Так, сейчас будет 6 ударов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы видите, даже восемь или мне показалось. У меня шесть ударов было. Так, слить Акбар. Так, снимать, не снимать, нет, не будем. Раскол. Твою за ногу. Сейчас попробуем раскол ему закинуть. Отлично. Отлично. Тяна, живи. Раскол. Пиздец, ума. Так. Сливаем Акбар. У нас, по-моему, будет ультан, да? Нет? Ах ты! И убьем его. Отомстим за Тяну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же он настреливает, да? Как же он настреливает? Так, есть такое дело. Так, едем дальше. Так, это мы пробьем люшенами. Да, наверное, как видео получится долгим, я не знаю. До Рубина мы все-таки вряд ли дойдем увидеть. Я пытаюсь тестировать. Я могу, конечно, молча какие-то моменты очень сильно ускорить. Но это будет не так интересно. Поэтому, скорее всего, это видео разделится на две части. Да, то, что вы смотрите сейчас. И вторая часть будет, наверное, в тот же день, либо на следующий день. Я разделю видео, потому что два часа видео, где я заложу в Рубин, это, наверное, долго. Может, кому-то эта тема не нравится. Либо кто-то посмотрит первую часть, и все. Поэтому видео я, скорее всего, разделю на две-три части. Да, как-то так я сделаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!